Всем большой привет! С вами Лиза. Сегодня посмотрим покупки одежды, которые у меня были за последнее время, где-то месяц-два. И будут тут и онлайн покупки, и покупки в обычных магазинах. Такая сборная солянка. Будет то, что я носила, будет то, что новенькое. То, что у меня есть фотки, я буду вставлять, как смотрится на мне. Чего нету, то уже, наверное, не буду показывать примерку, потому что снимать примерку сейчас в моих обстоятельствах очень тяжело. Давайте начнем с самой давней покупки. Это будут новые лосины для спорта, которые я купила от бренда Nike в размере S. Прошлые лосины в прошлом выпуске, я вам показывала, ссылочку на плейлист я оставлю, и на прошлое видео, в частности. Они оказались мне велики, и в них было неудобно заниматься. Я их периодически ношу, например, когда эти не успевают высохнуть. Но вот эти мои основные оценки я точно уже не помню. Они хорошо сели, хорошо мне подошли. Поэтому я довольна и ношу. Не скажу, что прям я в восторге от качества Nike, потому что не так давно они у меня. И уже здесь шов начала торчать нитка, я ее аккуратненько срезала. Надеюсь, что дальше она не пойдет. И немножечко вот они как будто бы подскатываются. Я думаю, что при длительной носке все равно они потеряют вид. Но пока что выглядит нормально. Следующий у меня был заказ из интернет-магазина Resort. Заказ пришел на новую почту, потому что девочки иногда это спрашивают. И оплата при получении. Я даже думала, выкупать его или нет, потому что так было с деньгами немножко напряжно. Первое, что меня там привлекло, это вот такая вот детская куртка. Взяла я для дочки. Размер этот идет 116 на 5-6 лет. Ну, я понимала, наверное, что она не зимняя. Хотя, вы знаете, сложно в интернет-магазине. Я уже, кстати, в Instagram писала, что больше люблю заказывать онлайн. Но определить, например, плотность куртки мне хочется пойти в магазин и пощупать. Потому что некоторые магазины пишут, там какая плотность, например, того же синтепона, на сколько градусов, а другие не пишут. Вроде куртка объемная такая, а непонятная. Эта куртка хоть объемная, но она тонкая. Тут мало синтепона, мало наполнителя. Мне понравился ее вид. На весну как раз будет то, что нужно. Очень вот эта вот радужная такая. Вика говорит, это как единорожка. Говорю, да. И смотрите, какая тут особенность. Есть вот такие вот шлейки. Можно, допустим, в торговом центре или где ты находишься, вот так вот надеть, да, куртку спустить, и тебе не будет жарко. Стоила эта куртка по скидке. Здесь стоит цена 1099 гривен. Стоила она, по-моему, 699 гривен. Поэтому я ее и заказала. У Вики весенняя куртка сейчас она носит из... Из кого? Из Остина. Забыла. И у нее такой совсем детский принт. И как-то я когда ходила тогда по магазинам, я выбирала куртку. Из Next я не заказывала, потому что там и дороговато куртки стоили на тот момент. И одну куртку как бы не закажешь. Вроде ничего и не надо было. Какие-то такие расцветки вот мне не нравились. А это уже совсем вот как взрослая. Также на рукавчиках есть вот такие вот резинки. И сверху надевается рукав. В общем-то, девочки, если они еще остались, я ссылочки оставлю. Можете заказать, если вам понравилось. И себе я заказала костюм. Я его уже носила и стирала. И только сняла с балкона. Поэтому он еще немного влажный и не поглаженный. Но я думаю, что вы поймете. Я вставлю фото, как смотрится на мне. Это вот такая вот толстовка из трикотажа. То есть это не классическое худи, а материал такой, как вязка трикотажная. Вот я думаю, видно сейчас. Коротенькая кофта с капюшоном. Рукав широкий вот здесь идет такой. И зауженный книзу. То есть вот здесь такая широкая вот эта пройма. Мне понравился этот костюм. Я изначально, знаете, его заказывала, чтобы носить дома. Но потом, я когда его видела, мне стало жалко его носить дома. Я поняла, что это будет мой костюм ходить на улицу. Цены сейчас я точно не помню. Но, по-моему, кофта стоила 999. И штаны тоже. Но на кофту была скидка 25%. По составу она более-менее. Потому что вообще в магазине таких типа, как Резерт, Мохито, Манго, найти какой-то свитер более-менее натуральный очень сложно. 42 вискоза, 30 полиамид, 28 полиэстер. Но на ощупь она приятная. Хоть тут меньше половины вискоза. Короче, это такая кофта. И штаны. Штанов было двое к этой кофте. Одни по типу обычных спортивных штанов, зауженные к низу. Но их уже не было в наличии. И штаны Клёш. Вот так вот они выглядят. У меня, кстати, размер S. И штаны можно было свободно брать XS. Потому что они мне вот здесь велики. Ну, буду теперь знать. И была сегодня тоже в Резерт. И мерила штаны. И действительно, S уже на меня велики. Они делают, мне кажется, это намеренно. Просто пишут размер чуть меньше, чем есть на самом деле. Состав тот же самый. Единственный минус этих штанов оказался, что на них образуются катышки. Вот я несколько раз надевала. Один раз я надела их с пиджаком. И прям вот все бока закатались. Я обычной бритвой почистила их. Но, наверное, нужно приобретать уже машинку для удаления катышков. И с пиджаком я больше носить не буду. Буду носить костюмом. Также кофту я носила с другими вещами. Очень со многими вещами в моем гардеробе сочетается. Поэтому костюмом я осталась довольна. И жалко мне его носить дома. И знаете, уже несколько раз такие были у меня мысли что-то заказать носить дома. Потом я вижу и мне жалко. И ношу это на улицу. Следующая вещь это будет короткий пуховик. Мне нужна была такая куртка, чтобы удобно было, например, в такси ездить. Или там в каком-то торговом центре, чтобы ее снять. И она не занимала очень много места. Потому что мой пуховик очень длинный. И не всегда это удобно. Пусть он будет на морозы. А на такую погоду, как сейчас 0-1, мне хватит куртки. Я выбрала из магазина Stradivarius куртку в размере М. Их осталось только 2. И только в этом размере. Она мне очень понравилась. Я решила брать пока есть. Так как тоже по многим магазинам прошлась. И особо ничего мне не понравилось. Ну, либо нравилось, но не до конца. Это куртка из эко-кожи. Очень классный оттенок. Тоже вставлю фото, где эта куртка есть на мне. Вот такая вот объемная, дута. Это не пуховик. Я сказала, что пуховик. Наполнитель искусственный. Переработанный полиэстер. Стоила она 1699. Мне понравилась. Удобная. Уже ношу ее. В общем-то могу посоветовать. У Stradivarius есть интернет-магазин. Я никогда не заказывала. Возможно, там еще можно найти размеры. Если вам нравится. Также, девочки, вот эти вот лосины, которые я вам показывала первые, спортивные, они очень сильно облегающие. И к ним подходят только бесшовные трусы. Точно так же, как и к штанам от костюма. То есть, я не только ради занятий спортом купила новые трусы. И вот в таких вот штанах. Ну, в общем, во многих вещах я заметила, что бесшовные трусы лучше смотрятся, чем обычные. Поэтому я снова зашла в магазин Prezenis. У них продолжает действовать акция 3 пары трусов по специальной цене. Так, одни трусы у них стоят 219. Если берешь 3 пары, 449. Это дешевле, чем, например, трусики Faberlic и Florange. Плюс, ну, как бы, Faberlic часто нет на складе. Ты не знаешь свой размер. Тут я знаю, что мне подходит эска. И, в общем-то, взяла я. Да? Взяла я на этот раз из микрофибры. В прошлый раз я покупала одни из микрофибры с бесшовным краем. Но посрединке была вставочка из гипюра, такого кружева. И покупала хлопковые. Вот хлопковые, к ним, во-первых, во время стирки прилипают разные ворсинки. И они выглядят, ну, не так красиво. Как бы хлопок после стирки выглядит не таким ярким, скажем так. Это черный цвет какой-то, как выстиранный. Я взяла 3 пары из микрофибры. Одни бежевые, двое черных. Вот такие вот обычные трусики. Край идет у них бесшовный. Вот здесь есть небольшой шов. Но, в принципе, если вот очень облегающая какая-то одежда, то, наверное, будет просвечивать. И, наверное, нужно тогда поискать что-то другое. Качество мне понравилось. Белье себя хорошо ведет в время стирки. Поэтому могу вам советовать. И цены очень даже приятные. Точно такие же черные. И одни черные я взяла чуть поменьше. Вот такие вот. Это не стринги, но какие-то вот... Как они тут у них называются, эта модель? Бразилианы. Бразилианы. А эти называются брифс. Вот такие. Дальше, девочки, захотелось мне безумно кожаных, эко-кожаных леггинсов. Штанов таких. Насмотрелась инстаграм. Увидела у одной девочки вживую. Мне очень понравилось. Плюс я похудела. В общем-то, мне захотелось. Мои штаны многие на меня велики. Джинсы. И выглядят уже некрасиво. И зимой в основном у меня сапог высокий. И я ношу все в сапог. То есть мне как раз что-то такое, как типа леггинсов, очень даже захотелось. И будет удобно. На работу, конечно, я в таких ходить не буду. Но помимо работы, там, да, можно еще много куда пойти. Тоже смотрела разные. В разных магазинах. Купила я в Манго. И эти, как мне сказала продавец из новой коллекции, но точно такие же из старой коллекции висели бежевые, бордовые и черные. Но не было черных моего размера за 999 по скидке. То есть почему именно эти, я не знаю, они не дали по скидке. Размер S у меня Манго. Размер XS на меня и близко даже не сошелся. А эти слегка в талии великоваты. Но я думаю, ничего страшного. Пусть выйдет небольшой запас. Мне понравилось, что здесь очень мягкая, гладкая эта кожа. Она красиво смотрится на ноге. Я вставлю фото из примерочной. Но там особо их не рассмотришь. Обычные влагающие штаны. Сзади они с кармашеком. Будут с одним. Мне понравились они. И буду носить. У них есть внутри вот такой, как бы, это не подклад, а просто на коже. Такой, знаете, как моя мама говорит, рыбий мех. Потому что я видела, например, в мохито. Они вроде бы на вид такие же. Но внутри нет этого рыбьего меха. То есть они совсем тоненькие. А эти будут тепленькие. Ну как, тепленькие, относительно. Я думаю, будут теплее даже, чем джинсы. Я довольна. И с объемным свитером, с этим же вот дутиком. Или с длинным даже пуховиком. У меня есть еще эко-шуба. В прошлом году покупала в Resort. То есть будет классно смотреться. И хорошо очень сапогами смотрится. Я, мои сапоги им уже пару лет показывала их тоже. Из магазина какого-то итальянского. Не помню название. Феллини, по-моему. И вот, если их начистить классным, дорогим кремом для обуви. Они вообще как новенькие выглядят. Короче, я пока их не планирую менять. Надеюсь, они мне еще послужат. И последняя покупка будет из магазина House. Я этот магазин, кстати, видела когда-то у Истанианы в видео. Они с мужем ходили. И он ей покупал одежду. Подбирал образы. Такое интересное было видео. Мне понравилось. И как-то с тех пор начала в этот магазин заходить иногда. Понравился костюм спортивный. Понравилась его цена. Фото не будет. Но обычный самый костюм. И привлек оттенок, конечно же. Вот такой вот худи. Лавандовый оттенок. Популярный. Сейчас размер S. Кофта стоила 599 гривен. Состав 80% хлопка. В капюшоне есть подклад. А внутри здесь такой как бы флиз. Но я мерила на колготы. На колготах остались эти катышки. Но я думаю, после стирки такой проблемы быть не должно. И я взяла с мыслью носить его дома. Опять же, он такой классный. Наверное, сейчас возьму, доснимаю видео и начну носить его дома. Чтобы не жалеть, не носить куда-то на улицу. Были еще такие костюмы в бежевом, сером и черном, по-моему, оттенке. Бежевый тоже очень красивый. Но у меня худи бежевый одно уже есть. И вообще очень много бежевого всего. Хочется чего-то цветного. Так. Сел он, как обычный, спортивный костюм. Цена тоже 599 за штаны. Не вижу ценник. Но была такая же цена. Все то же самое. Стандартная длина и рукава, и всего. Поэтому, если вы искали спортивный костюм, может быть, ребенку на физкультуру нужно. У них очень много, кстати, было свитерков, джимперков с рождественскими принтами. С оленями, с всякими. Просто там елочки, такие как ажурные, это называется. Нет, не ажурные. Ну, вы поняли, да? Такие полосочки, и там разные вывязанные узоры. Так. Я чуть, кстати, не купила себе, когда покупала леггинсы, костюм спортивный пума. Он стоил там вообще сумасшедшие деньги. То есть, по сравнению с этим, состав, по-моему, даже был меньше хлопка. Ну, логотип пума. Мне как бы, чтобы носить дома, это вообще не важно. Вот. Такие вот мои покупочки. Еще жду посылку с сайта Next. Наверное, выпущу по очереди. Я вот могу стоять перед покупкой, например, новой какой-то палетки очередной или помады. Наоборот, даже стараюсь меньше их покупать, потому что этого добра у меня и так хватает. А вот с одеждой мне хочется постоянно обновлять гардероб. Ну, плюс меняется сезон, меняется погода и хочется что-то новенькое носить. А другие девочки, наоборот, я знаю, что... Я когда-то сестре сказала, что встретила знакомую, а она второй год уже ходит в одном и том же. Она говорит, так я тоже хожу второй год в одном и том же. Вот. А мне хочется постоянно что-то новенькое. Ну, хотя я тоже многие вещи ношу по несколько лет, которые действительно качественные. Например, сапоги. Так, ладно, короче, уже заговорилась. Если вам видео понравилось, если вы любите покупки одежды, переходите в плейлист, обязательно смотрите. Подписывайтесь на мой инстаграм. Я там показываю покупочки. Вот сразу же купила, показала. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Оставляйте свои комментарии и лайки. А мы увидимся с вами очень скоро в новых видео. Пока!